Когда речь о первом лице, пусть даже и просто на футболках, охрана не помешает. Но в сейфе никаких секретов. Президент российский сделано в Латвии. Действительно сюрприз. А вот это вот наш новый дизайн. Выйдет в продажу всего через несколько дней. Придумали мы его совсем недавно. И связан он, как мы понимаем, с учениями НАТО, которые в последнее время происходят на территории Латвии и далеко не всем нравятся. Фотографии на майках позитивные. Подписи на нескольких языках, чтобы поняли и иностранцы. Но самое популярное все-таки на русском. Солдат ребенка не обидит. Наталья Русинова для этого проекта все и сразу. От автора до продавца. До того, как придумала майки, продавала россиянам недвижимость в Юрмале. Но этот рынок теперь скорее мертв, чем жив. Новый бизнес не только деньги, но и гражданская позиция. Владимир Владимирович это собирательный образ бренда. Квинтэссенция образа России. Я считаю, что образ России сейчас самый ходовой товар с точки зрения маркетинга во всем мире. А в Латвии так тем более. Они все злободневные, они все актуальные. И они все выражают те настроения моих сограждан, которые я чувствую. За неделю о проекте суперпутин.лв узнали и за пределами Латвии, в Европе и даже за океанами. Футболки с российским президентом заказывают из США, Канады и даже из Австралии. Где, кстати, падает рейтинг премьера Эббота, который все обещал с Путиным жестко поговорить. Но самая неожиданная покупка в родной для проекта Латвии. Майку с президентом России заказал чуть ли не символ всего латышского. Композитор Иманд Калниндж, чьи песни и рукоперы знает все постсоветское пространство. Он для меня пример руководителя страны. Когда-то не будет Латвии, тоже будет такого калибра руководитель. Я мечтаю об этом. Говорить по-русски еще недавно Калниндж отказывался, придерживаясь правых взглядов. Годы подряд он был депутатом Сейма от национального блока. Затем в этой диалоге композитор разочаровался. А вместе с этим и в политике нынешних латвийских властей. Теперь он выступает за единую латвийскую нацию из латышей и русских. Против существования неграждан. И даже еще дальше предлагает Латвии выйти из Евросоюза и НАТО. Сейчас Латвия даже свой государственный бюджет не может составить без указаний из Брюсселя. Мы не можем говорить о Латвии как о суверенном государстве. Сегодня уже больше нет. Но такое мнение, пусть и высказанное представителем интеллигенции, едва ли может проникнуть в местные СМИ. Здесь все больше тиражируют миф об угрозе с Востока, зачем-то играя на старых прибалтийских страхах. Но запугать, очевидно, удается не всех. Хотя бы потому, что футболки с президентом Путиным в Латвии успешно продаются. Дарья Григорова, Евгений Журавлев. Вести из Риги.